Здравствуйте, извините за такое неудобное время, местная пресса наверняка напишет, но понятно, у Навального все кипстеры пиздельники, поэтому они означают 11 часов рабочего дня. Ужасно рад к вам сюда приехать, потому что Владимир так активно попадал в последние дни в федеральную прессию, и со мной. Вы знаете, как там рок-звезды приезжают, у них на разогреве кто-то выступает. Чиновники вашего университета были на разогреве, сегодня я пока ехал в машине, я прочитал про полицейского вашего. У меня сразу вопрос. А кто был на той самой встрече студентов? Вы были? Вы, наверное, выложили это видео. Не будем говорить. И как вообще реагировал народ? Мы были на встрече, где согринали всех студентов, им рассказывали про то, что, значит, Крок Майданович... А, вы представите, ну вот. А, хорошо. Мы дадим вам возможность задать вопрос. Скажите, вы были на встрече студентов с руководством вуза, и там рассказывали... Но это было не руководство вуза. Это были сторонние представители правовой школы по борьбе с экстремизмом. Самое главное, народ как реагировал? Отрицательно. Ее... И это на что? Ее чуть ли не на штуки там не повесили в конце, потому что она... Хорошо, что не повесили. Она какой-то... Она реально бред какой-то несла, и компот. Вот, на самом деле, это важнейшая вещь. И мы видим, что сейчас происходит перелом в ситуации. Потому что же долгие годы, 17 лет, вот эти люди, они приходили на различные собрания и брали там, глядя всем в глаза. Но в основном народ, ну, либо пожимал плечами, либо кивал, либо понимал, ну, другое, ладно, что я буду говорить. Но сейчас это все меняется. И люди уже не готовы воспринимать это вранье. Почему? Потому что прошло 17 лет. О чем-то можно было врать в 2003-м. О чем-то в 2005-м. О чем-то в 2008-м можно было врать. Можно было в 2009-м году рассказывать, что правильно у регионов забирают все деньги, потому что это снижает риск сепаратизма, заберем все в Москву. Но в 2017-м году это вранье уже не работает. Уже нет такой аудитории, я не претендую на то, что, значит, меня в любой аудитории поднимают на руки и качают. Но нет такой аудитории, куда приходит власть, врет и им просто вот так окивают головой и говорят, что вы все говорите правильно. Именно поэтому, они уже, обратите внимание, даже какие-то свои лояльные собрания не делают. Они в целом не собирают народ никак. Они отменяют выборы любого уровня, потому что эта власть обанкротилась. И всем это видно. И самое главное, зачем мы ведем кампанию, потому что не хотим жить в стране банкротия. Верно я говорю? Да. Представитель национального освободительного движения. Или вы хотите задать критический вопрос? Нет. А хотят мне вам показать просто. Вы просто, вы знаете, что у вас есть возможность, значит, для критического вопроса или краткого критического выступления. Я рад, что вы пришли. Поэтому поднимайте руку, потому что я его буду переживать. Ну, буду переживать, может, я вас рагетирую, да? Такого исключать тоже нельзя. Ничего исключать. Например, в мире и хотелось бы, чтобы в России нельзя было исключать такой вещи. Знаете, что в Москве сейчас идет программа реконструкции пятиэтажных? Три триллиона рублей. И я ехал сюда, по Горьковскому шоссе, и проезжал, вы знаете, там такие двухэтажные домики, трехэтажные, пятиэтажные. Это же руины. Просто руины в одном из самых древних городов России. Куда возят туристов, которым мы вроде формально гордимся. Город находится в руинах, город в вашем хорошем состоянии. Только там здесь есть аварийные дома, вы мне скажите. Кто-нибудь планирует делать капремонт в ваших аварийных домах? Нет. Я хотел бы, чтобы случилась простая вещь. Чтобы деньги, которые в стране собираются, которые в том числе и здесь собираются, они распределялись как-то более-менее одномерно. На то, на что они собираются? На то, на что они собираются. Чтобы кто-то решил, ну как-то нет у нас такого, что есть граждане разных сортов. Ну я сам москвич, да, и москвичи ничего от этого же не получают. Эти деньги, которые высасываются со всей страны, они собираются в Москве, они просто разворовываются. И на этом фоне, в 21 веке, в 2017 году, наша страна не может решить элементарных проблем, которые решены во всем мире. Даже в странах третьего мира. В всех странах Восточной Европы, по крайней мере, проблемы дорог решены. В большинстве африканских стран проблемы дорог решены. Такой вот чудовищной ситуации с капитальным ремонтом зданий нет, не знаю, в Болбании не существует. И в одной стране Прибалтики не существует такое, но только у нас мы смотрим на эти руины и продолжаем говорить, ну стабильность. Говорит ваш губернатор, главное стабильность. Вот кто-то, я сегодня утром видел потрясающее видео, что хотят раскачать нашу стабильность через здравоохранение. Ну вы мне скажите, здравоохранение нормально, международно, в Болбании? Нет. И вы молоды еще, к счастью, чтобы много знать про проблемы здравоохранения. Была бы более взрослая аудитория, я знаю, что я бы спросил, бы легко записаться у вас здесь на УЗИ. И мне сказали, месяц нужно ждать. Ну вы сами знаете, больше месяца нужно ждать. 21 лет. Мы, Гарри, полтора месяца. Мы продали нефть и газа на 3 триллиона долларов и не можем в областном центре людям поставить УЗИ. Поэтому у нас продолжительность жизни такая. Но когда люди об этом говорят, что мы недовольны этой ситуацией. Губернатор заявляет, что? Давайте раскачать лобку. Это нормальная ситуация? Нет. Конечно, нет. Поэтому наша компания на самом деле, она по сути состоит из набора банальностей. Вещей, которые лежат на поверхности. Вы просто, я приезжаю везде и мы друг другу, в общем-то, говорим, но вещи просто очевидны. С ними спорить невозможно. Ни один человек, Единоросс, Нодовец, кто угодно, те, которые кричали, что я там кровью Майдана что-то делаю. Они же тоже посылятся, с нами согласятся в каждом слое. Просто многие из них грут сами себе. Многие из них обманывают сами себе. Ну, некоторые из них получают деньги. Но самое главное, это самое главное, что мы должны победить в нашей избирательной кампании. Вот я хотел бы на этом, на этом выступлении закончить и перейти к вопросу. Люди боятся поверить в то, что в России, возможно, нормальная жизнь. Они реально вот считают, что наша страна обречена. Это бесперспективняк. И даже не думайте поверить в то, что у нас может быть что-то нормальное. Какая в России нормальная, счастливая жизнь? Да невозможно. Прекратите об этом говорить. Никогда мы нормально не жили. И пусть дети наши нормально не живут. Зарплата никогда у нас не будет нормальная. Здесь спрашивают, здесь только спрошу. Какая зарплата средняя в городе Владимир? 14 тысяч. Не больше. А специальная? 25. 25 тысяч. Вы в это верите? По факту, по факту, 12-15 тысяч. В районах получали 12 тысяч. Хорошо, давайте даже про город Владимир поговорим. Вот столица. Вот вы сами считаете, какая средняя зарплата здесь реальна? 20. 20. Откуда? Вы где такую зарплату видели? Это 3 часа езды от Москвы. И ведь это ближайший регион. И по всей логике, по всем расчетам, по экономической науке, по здравому смыслу, здесь должен быть богатый регион. Здесь должен быть богатый регион, в котором средняя зарплата должна быть, ну может быть, немножко уступать в Москву. Мы приехали во Владимир, вы говорите, 18. Я уверен, что сегодня я окажусь в Иваново. Надо мной будет смеяться, когда я назову среднюю зарплату по Росстату. Потому что там средняя это вообще реальная. 13 тысяч. И вот я и говорю о том, что власть, и, к сожалению, многие люди, они пытаются убедить сами себя. Невозможно в России добиться ничего хорошего. Но что это для нас означает? Вот это их стабильность. Для нас это означает, как бы, без перспективения. Что мы родились, жили, воспитаем детей и умрем нищими. И ни у кого нет никаких перспектив. Единственная перспектива здесь, в Владимире, какая? Ну, ехать в Москву, наверное. Правильно? Так и делают. И во всей стране так. Все так и делают. Ну, это нормально разве? Нам-то нравится такая страна или нет? Нет. Нам нравится это государственное устройство или нет? Нет. Мы хотим жить в Владимире. Мы ведем избирательную кампанию. Мы убедим всех наших прекрасных им денег. И это работает, это сработает. Что можно жить лучше. Что вообще нам ничего не мешает жить лучше. Деньги у нас по-прежнему есть. Большой внешней угрозы у нас нет. У нас образованное население. У нас какая-то инфраструктура осталась. У каких-то странах, фабрики, заводы есть, промышленность есть. Ничего нам не мешает жить в 5-10 раз богаче. Ничего не мешает сделать так, чтобы во Владимире средняя зарплата стоимость там в 80 тысяч. Не мешает ничего. Одно мешает. Вон, Антония Wi-Fi. Видите, здесь такой пароль Wi-Fi. Потому что вся страна знает о том, как крадут. И все молчат. И вот наша избирательная кампания в своей первой части опирается на вас. На людей, которые молчать не готовы. И когда мы придем ко всем остальным, мы всех убедим. Это работает. Ну вы же здесь как-то собрались. Вы же не видели меня по телевидению ни разу, правильно? Я по Владимиру приезжал на Сынку. Один раз на Экспрессию. Ну я же с вами не встречался. Тем не менее, вы как-то здесь оказались. Значит, как-то я вас убедил. И вы убедите всех остальных. И своих родственников, и бабушек, и друзей, и соседей. Потому что кампания наша опирается на здравый смысл и опирается на правду. Я вас еще раз приветствую здесь, друзья мои. Я рад с вами быть здесь. Я уверен, что мы добьемся победы. Спасибо большое. Готовы отвечать на вопросы. Алексей, вот у меня есть один вопрос, который меня давно тревожит. А у нас в России давненько работает одна ОПГ с некто Килриллом. Он же по прозвищу Патриарх выступает. Как вы планируете бороться с оккупацией? Потому что церкви у нас строятся намного больше, чем сносится школа. В общем, они отжимают очень много. Смотрите, на самом деле, нельзя сказать, что они, к сожалению, что они отжимают много. Только рейдов брошено. Огромное количество. Отжимают они только те, как собор Питерин, который приносит деньги. В Питере отжимают не собор же Исаакийский. В Питере отжимают 1 миллиард рублей, который прилагается к Исаакийскому собору, видит город Турики. Я считаю, что не нужно ничего не предать. Нужно просто выполнить то, что написано в законе. Государство должно быть отдельно оценивано. Прекрасно, верующие, замечательно, и мы вас любим. Статистика официальная показывает, что у нас на Пасхе недавно, в периодских выходах по стране, приняло участие в 2 программе. Вот они, реально верующие люди, которых мы любим, уважаем, и они на самом деле христиане. Все вот эти чинуши, которые, значит, вообразили себе, что они сейчас должны над всех запрессовать, уничтожать свободу слова, потому что они, видите ли, уже даже не просто от церкви, а чуть ли не от Бога к нам должны обращаться, конечно, эти люди лицемеры и жуны. Так что они должны туда лезть. Я везде говорю и здесь повторю. Я верующий моих чувств, попробуйте оскорбить. Ведь не сможет никто оскорбить чувства верующих. Эти законы должны быть отменены. Государство должна быть от церкви отдельно. Мы уважаем церковь, любим ее, она существует сама. Верующие прихожане платят их сборы, все счастливы, все довольны. Как это должно решать? Давайте я вам все-таки дам слово. Хотите? Алексей, можно? Вы представляете нос или нет? Заходите, залезайте. В какой порт? Вы видели? Дайте табуретку, неудивейтесь. Внимание. И пишите вопросы, на фрону ломан. И зайдем за вас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. В том числе, наконец-то, в родном России, что-то удобно для состояния человека, одна из них главных, настоящих людей. Сергей, я вас сразу спрошу. Вы сказали, начали с того, что я противник того, как Алексей хочет решить проблему. А вот я хочу решить проблему. Я рекомендую, что если вы говорите, что внешней угрозы фактически нет. Прямо на примере Владимирской области. Объясняю. А внешней угрозы, как я ее вижу, значит, отсюда жители уезжают туда? В Москву. И сюда приезжает кто? В ближние зарубежья. Там менее политкорректно сформулировали. Здесь будет гастарбайтеры. Зачем этот национализм? Зачем стравливать людей? Гастарбайтеры такие же люди, как и мы. Правильно. Абсолютно. Гастарбайтеры такие же люди, как и мы. Мы, как люди, когда приезжаем в Германию, оформляем себе визу. И гастарбайтеры должны оформлять себе визу. Здесь население замещается приезжими до Средней Азии. Вы видите, что приезжают на Средней Азии, они такие же люди, как и мы. Но довольно часто с ними связана многоторговля. Довольно часто мы видим, что с ними приезжают террористы в том числе. Ну и в целом я нахожу эту угрозу. И эту угрозу, реальную внешнюю национальную угрозу, я не меняюсь. Ваша любимая власть, Владимир Владимирович. Значит, сколько лет мы ходим и говорим, давайте введем хотя бы визовый режим. Я не хочу закрыть границу Средней Азии и Абхазии. Хотя бы визовый режим, который есть между Россией и Германией, например. Но вы же мне говорите «нет». Не только Владимир Путин. Виновата Единая Россия. Виноваты губернаторы. Виноваты полицейские. Я извиняюсь, виноваты вы, потому что вы их поддерживаете. Виноваты на власть. Единую Россию. Они захватили Государственную Думу. Они приняли законы. Я вношу законопроект. Введите визовый режим. Единая Россия говорит что? Нет. Мы против. Так они виноваты. Они враги так отвечают. Кто прознает? Сейчас губернаторы избирают? Нет. Муниципальный фильтр. Знаете про такое? Нет. Если вы считаете, что я продавил в 2011 году выбранных губернаторов, то спасибо вам большое. Это достижение, которым я горжусь. К сожалению, оно не реализовалось. И губернатор в России не избирает. Нет. 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 Абсолютно. Значит, вы считаете наоборот. Спасибо большое. Благодарю, что вы на форуме были. Но другие были. Спасибо большое. Значит. Но тогда, ребята. Спасибо большое, что вы получили. Это тоже важная вещь. Поднимите руки те, кто наоборот. Наоборот. Я говорю по-другому. Поднимите руки те, кто не считает себя. Потому что вы купим, чтобы выбрать губернатора. Считаю, что я могу, но я не идиот. Они тоже идиоты. Считаю, что в России живут нормальные люди. Они не глупее, не тупее, не злее, не агрессивнее, чем все остальные люди. На планете Земля. Они не хуже, чем в Финляндии. Они не хуже, чем в Канаде. Они могут себе избирать меры и губернаторы. И мало того, я на 100% уверен, что избранный губернатор или губернатор Владимирской области или избранный мэр Владимира будет, конечно, работать лучше, чем назначенный сети. Я в это верю и хочу в наши избирательные компании обвинять те, кто в это верит. И нас на самом деле. Это же вопрос не спросил. Большинство. Следующий вопрос. Алексей, можно? Вопрос. Вот какая? Он говорит под коробкой в БК. Знаете, как буратино ловили, трясли, а из него сыграли деньги. Значит, я понял вопрос. А также в этих СМИ показывали достоверную переписку с украинских серверов о том, что я являюсь агентом прибыла. Понимаете, да? А когда я подал в суд на это, мне суд сказал, и это прямо в бумажке написано, что мы не можем удовлетворить подписку Навального. Ведь его назвали по телевизору агентом прибылом, что в переводе означает агент свободы, а это не оскорбительное название. А еще по этому же телевизору показывали достоверные скриншоты моей переписки с Волтум, ВКонтакте. Зима обсуждаем, как заказать проституток. Что? Как мы с тобой будем веселиться. Вот эти, знаете, в том-то и дело, что у нас сейчас главный инструмент власти это достоверный скриншот. И кроме того, сейчас войдите в YouTube, там уже классные роли. Наверное доказывается, что я гитлер. Мне вчера Олег Шейн, тот будет думать, хороший человек и завтракал. Я получаю от него e-mail. Алексей, с днём рождения. Он видел? Все меня обращают. Вчера был день рождения гитлера. И мне все пишут, с днём рождения. Он мне писал, с днём рождения. Он подумал, что у меня день рождения. Вот так они и действуют. У них есть скриншоты. Этими скриншотами они пытаются нам доказать, что значит, мы плохие, они имеют право воровать. Я подымал, я подымал. Я иду. Я маленький, меня видно плохо. Я на трибуну покинулся. Нет, нет, спасибо. Алексей, вопрос состоит в следующем. Я приехал специально. Вопрос состоит в следующем. Я прочитал вашу программу, которую хотелось бы обнаружить. нечто, чего я этому не нашёл. А именно, так сказать, программу, касающуюся интересов людей с ограниченными людьми. То есть, я хочу говорить о следующем. То есть, речь не идёт о каких-то льготах, материальных там, поддержках и так далее. Речь идёт о, понимаете, о правах и дискриминации людей с ограниченными людьми. То есть, в России куча законов, относительно трудоустройства. Да, то есть, государство якобы квотирует рабочие места. Но тут же есть поправка, что работодатель имеет право не брать на работу человека, перед финансовостью. Да, уплатишь штраф от 3 до 5 тысяч рублей, человек пошёл теперь дальше. Да, в России официально сейчас я расскажу. Порядка, по-моему, 12-700 миллионов людей, имеющих инвалидность. Так? Да. То есть, это, понимаете, люди, которые, я считаю, что вы просто должны быть огромнейшее внимание, это могут быть ваши потенциальные избиратели, которые не загнаны не то, что под принципы. То есть, люди не заведены, да, кроме готовых. Так теперь, это вот вопрос первый. То есть, потому что, начиная с 80-90-го года, ни один кандидат, ни один президент не представлял интересных людей с ограниченными возможностями. То есть, люди имеют и высшее образование, да, и так далее, и так далее, но получите вот крайний способ, потому что социальная база закрыта полностью. То есть, она со всех сторон закрыта. Теперь, вопрос второй. Это уже, что касается фонда борьбы. В 2011 году, официально, тоже есть информация, была запущена программа, доступная, вы можете не считать? Да. То есть, было выделено, порядка, она идет, по-моему, около 4, там, по-моему, через 450-60 миллиардов рублей, да, на всевозможные средства, ну, за дороги, там, я не знаю, да, то есть, сейчас, 70%, про процентов, потрачено уже, 60-80 миллиардов, люди по всей стране говорят, ничего не произойдет, ничего нет, где деньги? То есть, вот, я хотел бы, вот, у вас, что вы думаете, про эту работу, и прям, мы, так сказать, у меня, выборный, инициативный, ну, по-моему, тоже, да, Евгений, Евгений, я так понимаю, что вы все говорите, в том числе, и о себе лично, по зрению. Совершенно верно, да, я получал высшее образование средних, для профессиональных, все проблемы, не знаю, Смотрите, спасибо большое за вопрос, и это чистая правда, на самом деле, в стране, количество инвалидов, измеряется, миллионами. У нас есть проблемы, связанные с тем, что многие оформляют себя инвалидом, чтобы под какие-то льготы получить, но у нас реально, настоящих, сам делечных инвалидов, миллионы, многие миллионы. И действительно, вы абсолютно правы, что блатчата, они очень часто, вам сказали, вот, на московский клуб, часто встречался, и люди, инвалид колясочный, молодой парень, травма, поломанная спина, живет на пятом этаже, или нет, я живу в своей квартире, потому что, моя старушка-мать, не может меня, 80-килограммового мужика, вместе с коляской, спускать по лестнице, поэтому, один раз в полгода, добрый сосед меня спускает, я стою около подъезда, типа, до вечера, а потом, он меня, добрый сосед, поднимает. Вот он, все мои прогулки, в течение года, абсолютно нормальный, здоровый человек. Таких реально, миллионы и сотни тысяч. Но, Евгений, вы ошибаетесь, говорят, что у нас в программе это не было. У вас не написано капитально. Главное, где мы напишем, зачем будет избрать никого. Прекрасно. А самое главное, что мы хотим перераспределить куски бюджета. У нас сейчас 40% бюджета теряет что? Террия. Ворон. Военные. В том числе. Военно-полицейские расходы. При этом, бюджет этого года еще и дополнительно на 30% засекречен. Никто не понимает, что там происходит. При этом, при всем, что мы тратим такие колоссальные деньги по количеству полицейских, как мы на первом месте в мире. У нас с преступностью хорошо все? Плохо. Плохо. По количеству убийств мы тоже на лидирующих местах. По количеству насилов, тяжких телесных мы тоже на лидирующих местах. То есть, те деньги, которые тратятся, тратятся довольно бессмысленно. И мы уступаем так, чтобы эти деньги были в предыдущем любую социальную сферу. Образование, здравоохранение, социальная сфера в целом, в том числе инвалиды. Почему? Потому что это выгодно. Я и говорю это не просто потому, что я классный парень, я хочу понравиться инвалидам, и вы там всем напишите, гласните за Навального. Я считаю. Я расчетаю. Который показывает, что это государству выгодно вкладывать деньги. У вас ограничение по зрению, но так-то вы совсем здоровый человек. Вам нужно дать работу, чтобы вы в том числе работали, обеспечивали себя. Я был бы счастлив. Правильно. В этом и есть задача. В этом мои принципиальные расхождения с нынешней властью. Она считает, что нужно инвалидам дать копейки. И поскольку много, только копейки им дадим, и не будем им заниматься. Я считаю, что выгодно вкладывать в них больше денег. Всем, кто хочет получить работу и может получить работу. Дать эту работу. Они будут зарабатывать себе на нормальную достойную жизнь. Они же будут тратить эти деньги. Поэтому стратегия государства должна быть. Здесь все хорошо, все прекрасно. Я больше говорю о полноценной интеграции. Окей? Нормальное общество. Ну, посмотрите. Здесь для нас пример скандинавских стран. Там не интегрированы общества, не востребованы, не могут встречаться с людьми, не могут заводить семьи. Может быть, один или два процента инвалидов. Все остальные это абсолютно нормальные полноценные члены общества. не будет. Нас завтра может остаться без руки, без ноги. На коляске. Но это же не означает, что мы при этом при всем не хотим семью сесть. Большинство инвалидов колясочников в любой западной стране они остаются в семье. Они даже детей заводят. И только у нас они навсегда становятся каким-то избором. Поэтому, безусловно, это наш приоритет. И мы дополнительно это все пропишем. Вторая часть. Вопросы про федеральную целевую программу доступная среда. Ну, Клапа мне не вступает, я вам бы рассказала, как она несуществующие пандусы в Москве обнаружила. Там же просто все прописано. Я вам слышу видео, как в городе Владимире специализированные дорожки везут в секунду. Да, мы смеемся, что это, по сути, чудовищное. И это происходит не только у Владимира, это происходит везде. У нас была целая небольшая компания. Мы ходили и смотрели вот там, где должны были быть поставлены пандусы, там, кажется, миллион рублей, по шестой месяц нету. Поэтому мы этим занимались. Мы знаем, что программа разворована. Сейчас в рамках нашей общей компании будет включение, давайте действительно установить деньги подъезжают. пандусы обслуживание. Хорошо, не это что не не но то что не это не а не не что это то не Продолжение следует...